приветствую всех с вами нидерамус мы продолжаем играть майнкрафт аудаклан на чем я закончил прошлую серию по-моему в прошлой серии я сходил в эден и начал там что-то фармить вот как видите немножко убрал конструкцию которая производила мне булыжник курица бешеная поставил конструкцию я вот сюда вот на солнечных генераторах ну соответственно теперь так что производится 4 то есть чиновник 4 3 обжать это есть трижды сжатый булыжник в больших количествах и теперь я думаю если проблем не будет солнечный генератор в принципе периодически работают здесь я освободил место все учитель из этих констракта с помощью него сделал из алмазов а нет нет лучше вот из алмазов сделки кирпичики из них делал вот такие красивые булоки вот это из костей тоже булоки вот эта комната в которой я захожу и в фк стою чтобы никто меня не пришел и прибил везде просто максимальное количество факелов панатык она начисто чтобы ничего не происходило опасного такс немного поставил я все таки автоматически все таки автоматически все фармалки дропа сейчас покажу а теперь вот так вот пещера ну здрасте на какой глаз посмотрел ну что и так почему такие что за пинки и по им непонятно дать приятный секундочку сброшу могла исполнил просто кто то где то переспалился в больших количествах из-за этого вот сюда всяких разных жителей запихивал в эти тактику домики такие больше похоже на торговую в поле очки маленькие как видите с некоторыми торговал у этого я несколько штук успел приобрести вот два биома разных и блок жидко вот этого первотема вот этого я пытался расторговать доторговал его до анбрекинг три книжечки вот этого пытался расторговать до ничего более интересного чем пшеница все равно из него не вышло и так вот странно почему не священник золото покупает я думал только не покупает ну нет ну тут может быть за кучку поршней купить золотых кустов не уверен что это нужно учитывая сколько у меня золота но пока решил оставить вот это я кстати купил бы у него потому что железа у меня вечно не хватает так ну у этого я уже купил одинаковые сундуки нужны не знаю почему только так их расставили это были медное это оловяное кусты их я еще не покупал здесь у нас железо тип скупает здесь биомное распределение дорогой символ тут бумагу будет скупать пшеницу вот сохранил все таки одного кто с фрагмента знаний продает тех кого я там оставлял они немножечко погибли смертью не знаю насколько храбрых такс ну и собственно ну вот как вы по карте можете заметить где концентрация врагов это вот я такую комнатку поставил ну расширил собственно просто зону на один блок сюда то есть 36 теперь в длину 4 квадрата по 9 на 9 блоков ну и соответственно в центре каждого квадрата вот это штука которая плачает дроп в себя мобы спавнятся мобы вздыхают мобы дают обычный дроп редкий дроп с них тут не падает потому что их игрок не убивает и шипы вот эти пунжистики не считаются убийством от игрока как шипы из строительство сюда поставил чанк лоудер как показала практика м на этой проклятой земле мобы спавнятся даже если меня здесь нет то есть я например пойду в нижний мир а эта ферма дропа никуда не денется ну собственно насчет нижнего мира следующее пункт назначения что я хочу показать вам что я за кадром делал это как раз таки нижний мир ну увидимся на месте уже так вот я в туннельчике который ведет к данному спавнеру ну вот эта конструкция из адвента ну тут как видите я немножечко выравнивал всякого это я когда добывал ту бешеную кучу назрака но руду я специально сюда не выкапывал пока в принципе на мне не нужно пускай стоит я просто чисто все выбрил вплоть до самой лавы ну до спуска и вот здесь вот непосредственно спуск я не знаю точнее это было не спуск это был подъем то есть я видимо туда упал я просто ну вымернул и начал подниматься и это я чай золом перекрасил ну так было я просто всю эту зону чай золом и поперекрашивал ну и он так так же показывал глюкс прочность этих чай зол в припочинке такс давай естественно я его внутри вот этой конструкции никакой фирмы не стал ставить ну вот эти шипы и так далее я вот сюда продвинулся еще куда про нее забыл ну да вы можете уже слышать ну вот просто такая же конструкция помещается в один чанг там где то наверху находится чанг лодер ауч прям в лицо то за что ну и соответственно когда я занялся на базу я покажу что она мне выфармливает но а это еще не все разумеется где а я я его не вижу а не важно то что сказать долго так же я построил это точнее моя вторая фармилка в нижнем мире первую я построил в крепости еще наручное управление хотел выбить с визеров черепа я помню я это уже все объяснял просто по-моему я все верит ту серию решение не заливать удалил ее не понравилось поэтому я заново все говорю и если вдруг это все таки было в прошлой серии то значит я кривой совсем и удалил не ту серию или просто говорил это не в той серии и уж не обессудьте в общем пытался хотел сделать себе билдер звон ничего не вышло потому что мой этот сигила активированная которой я ритуал проводил ну собственно когда у меня впервые появилась проклятая земля эта сигила у меня пропала видимо тогда когда я строил ну помните когда я в одной из прошлых серий помер на этой фармивке еще когда она была на ручном управлении вот когда я там сдох видимо в золотой сумочке которая пропала и находилась моя сигила пытался нафармить еще черепа как вы могли заметить только два нафармил и несколько часов долбил визер скелетов которые спавнились вот этой штукой и я точно уверен что это работало потому что одного из визеров еще до того как я переехал в эту область мира и я точно так же себе нафармливал просто поставил в большой комнате кучу этих проклятой земли и там буквально за пару минуток нафармил себе эту штуку ну а тут как то вот так поставил еще немножечко деревянных шипов в надежде что мопы изредка будут на них дохнуть и может быть засчитается какой нибудь череп выпадет но нет вообще не выпадает ну вот собственно такая стандартная конструкция он выходит мобы нарываются мобы вздыхают дроп также идет вниз тут также стоит в чем клодер где-то по моему давайте на базу давай 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 продубляй продубляй что ты тут делаешь оленей кусок у тебя еще здесь а кстати у меня надо будет потом сходить к жителям посмотреть может их там слишком много может из-за этого так подвагивает ну вот как видите уголь стал прибавляться сюда вот эти молотон шарды это того чего не было ну и вот сюда магма крем ну и золотые наггеты отдельно их выставил а ну и собственно purple blaze они тоже спавнятся не в крепости а вот в той в другой формилке которую я первое вам показал из нижнего мира так надо сходить к жителям что у меня есть подозрение что это могут может быть они что у них там походу лимита нет как они будут исполниться ну да их тут что-то достаточно дофигашечки да господа ооо не мне кажется пора ехать сюда в общем пора ехать сюда в общем как я хочу бы с вами сделать вам давайте пока вот здесь вот перекрою и надо будет снизу от всех избавиться ну вот видите уже такой как пинг идет их слишком много смотрю на нее и прямо я не вижу ее так вот ты ты кто нахрен ты шерсть скупаешь так я схожу посмотрю скупает ли он красную короче стоишь здесь вам я делаю туннель по которому вы будете идти всей толпой дружно идете вот сюда достали все это слишком много даже кролики так быстро не размножаются как вы господа товарищи там поглощает все это безобразие так господа товарищи я вам вырубаю охот вы идете всей толпой нах сюда ох мешанина пошли я не понял кто это там бунтует так вы там бунтовать вздумали недоброжелательные господа недоброжелательные сейчас я ваш бунт наподавляю а ну кыш отсюда утекли все я вам сейчас втащу втащу нахрен мучу что мешает в воде здесь я не понял вы че меня выбесить решили ничего вас так шатать шатать долбанулись да так не сюда я вас сейчас шатаю всех а это еще что сейчас а это вы у вас то я сейчас точно шатаю с таким пингом попаду еще будут не мешать с моими жителями разбираться глаза ли товарищи видите оказалось дохнуть молодец так теперь с вами дальше разбираться сейчас если вы дальше это будете тупить господа не товарищи воду испортили мне чинить придется короче сами накрасились так дайте мне мой топор охриптини 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 я их предупреждал сейчас слово да я как то не ожидал что эта штука так легко забьется так а вот гуляющая сейчас на вас надо будет посмотреть есть ли среди вас интересно или вас надо отправить да ты уже был ну что нафиг так воду чиним кстати я так и не понял прошел этот пинк или нет поощрением именно в плане пинга стало немножечко по ну как стало норма не понял куда дели мою деревяшку вы господа умники я вам тут деревяшку для чего поставил оригинальный тип оригинальный тип не знаю какой кто снял мою деревяшку я там специально поставил чтобы они ничего не делали лишнего а я вот тебе хотел пойти посмотреть ну ладно пойдемте посмотрим ну что в принципе шерсть у меня красная падает с моей формилки а кстати можно будет сейчас посмотреть с другим дропом который не сортируется в эту штуку потому что там есть тоже интересные экземпляры ого монеты уже забились но сейчас с ручником так допустим он скупает красную шерсть ты молодец ты достоин пожалуй остаться со мной поскольку там у меня места нет будешь стоять пока здесь чтобы там тебе не темно было а я бочку не снял так вот монеты наверное обратно надо запихнуть так все ни о чем получается ни о том что о чем я изначально планировал сейчас я быстренько эту пучку сделаю и пойду покажу собственно что я хотел показать из того что там сформилась с не сработает сразу большую сделаю в шестнадцать раз больше ну а десять тысяч монеток вмещала теперь сто шестьдесят тысяч это тут тут путешествие я уже сделал такое призрак походу дохнет у нас что я хотел интересного показать Во-первых, кучка Незергемов. Ну, они, понятное дело, откуда фармятся. И это ничего удивительного, что они там фармятся. Золотые ботинки. Значит, кто-то все-таки умирает. Под видом, как от игрока. Это интересно. Так, ну вот, куча мечей, которые по механике Адвента считаются дальнобойным оружием. Соответственно, например, сфинксов можно бить, которых нельзя бить ближним боем. Какое-то оружие с нелогичным быстрой скоростью. Не знаю, что это за хрень. Так, у меня есть этот. Незер Лотто Мэн вроде. Давай, так, не пустой. Это два вида лоджера. У меня нету Незер Лотто Мэна, что ли? Печально сюда. Так, вот этот меч я сам выбил, когда пытался что-то сфармить. Не помню, что именно. В общем, как-то так. Ладно, значит, не будем торговать с Лотто Мэном, потому что у нас нет Лотто Мэна. Или он здесь? А, во! Вот он. Вот он мой красавчик. Так. Уберем не очень нужный куда на момент хрена теней. Поставим Незер Лотто Мэна, он будет торговец. И так, это 75. Ага, то есть получается вот так вот выгоднее это делать. Давайте, допустим, вот так вот сделаем. И на оставшиеся других тотемов купим. Ну да, тут получится, конечно, намного меньше. Ну и ладно. Так, а ты полезай обратно в сумочку. Из этих тотемчиков... Так, я сейчас уберу с футбара все, что у меня есть. Эти штуки мы ставим в неудачное место. Значит, можно... А, можно и так. Вообще, как бы изначально предполагается, вот так ставишь... Получается вот такой тотем, который ваншотится. Умирает с одного удара. Ну это, по сути, просто штука, с которой дробь. Ну и... Ага. Это вот, собственно, от Flaming Fury тотем. И вот с такой музыкой выпадает уникальный предмет, который... Чисто из этого ящика надо выбивать. Ну, в общем, вот здесь они сразу умирают, потому что они, видите, как бы в стене спавнятся. Соответственно, их просто банально удобнее убивать. Угу. Три одинаковых пушки. Можно с помощью обгрейд какие-то сделать... Прокачать ее. Ну, и, как видите, кстати, основной дроп... Типа неудачный дроп. Это вот куча семян. Четыре семечка падает с одного... Неудачного дропа. Так. Места, боюсь, можно не хватить. Давайте посмотрим, сколько... Вот за это мне сейчас выпадет. Ммм. Походу, было то, что нужно. Вартган. У меня его, он что, Назарвартами стреляет, что ли? Дайте-ка, поеду, соберу. Прикольно. Чипанар всякий падает. Где? Вот здесь вот у меня растут Назарварты. Хм, действительно. Не, ну, кстати... Если так подумать, то неплохая хрень. За Назарварт 25... Урона. Дайте-ка я вот немножечко этот. Просто посмотрю, как это в бою выглядит. Ну, это, кстати, вот именно то, зачем нужны эти Незаргемы и другие гемы из других измерений. Так, нет, на хрень я с боем идти как-то не хочу. Так, в деревьях запутаться можно. Где мобы? А, ну да, в принципе, мобов у меня сейчас в мире прилично так меньше, потому что, как я понимаю, основной спавн берут на себя вот эти зоны с... Ну, спавнивки мои. Пэунч. 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 Ну, конечно, не скажу, что это прям супер. Особенно, против таких, у кого иммунитет к... Поджиганию, например. Но, вообще, штука... Явно неплохая. Ну, это нужно какие-то пули или что-то такое. Да. Ну, нормально. Расстояние достаточно большое у нее. Снаряд летит чисто по прямой. Ну, там плюс-минус несколько градусов. Хм. Кстати, красивая гора. Чего-то я ее даже не видел. Ну, ладно. Это, собственно, я решил записать серию в большей степени чисто, чтобы показать, с чем я занимаюсь за кадром. Как видите, я всякой хренью занимаюсь. Ну, а то, что я сначала говорил, что я не хочу всякие автофермы ставить, а потом все-таки поставил. Ну, потому что... Ну, я понял, что вот такие автофермы, это еще ничего такого страшного нет. Это никак не соло-шардовое, например, которое, ну, совсем немного набил, и дальше уже бесконечно можешь просто включил, и все, там, за пять минут у тебя уже этих ресурсов выше крыши. Ну, как я, например, делал в первой АОДе, где я там поставил, на драмкликсов каких-то соло-шард, и все, у меня просто вхламину этих ресурсов. Но это не значит, что я отказываюсь от мода соло-шард, нет, ни в коем случае. Я буду, возможно, делать на нем спавнеры, ну, каких-нибудь таких больше утилитарных нобов, ну, например, каких-нибудь, ну, чисто ради еды, например, может, коров каких-нибудь. Ну, в общем, будут, но не такие, которые дают мне ресурсы для развития сборки. В общем, как-то так. За детях, как видите, уже потихонечку набирается. Это большая часть из этого чисто сама ферма нафармила. И к тому времени, когда я нафармлю в Эдене нужное количество душ, уже можно будет отправляться в следующий мир. Ну, я, кстати, как уже по-моему, в начале серии говорил, в Эдене я особенно много не фармил. Я тут совсем немного еще зашел, побил мобов. Давайте повесим, почему нет. Ну, на этом я, собственно, благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. И до новых встреч уже в следующих сериях. Возможно, в следующей серии я уже пойду... Опять, все пытается сгореть. Возможно, в следующей серии я уже пойду в какой-нибудь прогресс. Но пока как-то так. Всем пока. А, еще пока не забыл. Если у вас есть какие-нибудь идеи, что построить, там, может, какой-нибудь механизм полезный, ну, именно из тех модов, которые у меня здесь есть. Может, просто стоит построить какой-нибудь механизм, про который я, например, просто не замечаю, что он есть, или просто банально не знаю. То, жду ваших советов. Может быть, действительно будет какой-нибудь такой вариант, что именно было бы неплохо сделать в самом ближайшем будущем. В общем, как-то так. Теперь, да, теперь точно всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!